МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И как удается не только сохранять бодрость духа, но и достигать успехов в общественной и спортивной жизни. Несомненно, в этом им помогают специалисты. Сегодня они расскажут о том, где можно получить такую помощь. Итак, этим добрым вечером в гостях у программы Добрый вечер Гомель руководитель Гомельского областного общественного объединения инвалиды-спинальники Геннадий Золотарев. Инна Гулевич, заведующая отделением медицинской реабилитации травматологических больных Гомельского областного клинического госпиталя инвалида Великой Отечественной войны. Директор государственного учреждения Гомельский областной учебно-методический центр физического воспитания населения Юлия Антонюк. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Здравствуйте. Уважаемые гости, в нашей стране много внимания уделяется людям с ограниченными физическими возможностями. Вы об этом сами прекрасно знаете, много сами делаете в этом направлении. Геннадий Григорьевич, знаем, что объединение, которое вы возглавляете, очень много делает для создания безбарьерной среды. Причем не только у нас в городе, но и в целом в области. Расскажите, что сделано в этом направлении, чего удалось достичь? Мы, конечно, очень большое внимание уделяем этой проблеме. На сегодняшний день в рамках государственных программ, которых уже у нас было в Республике две, на сегодняшний день принята уже третья государственная программа по социальной защите и занятости населения на 2016-2020 годы. Там есть программа по безбарьерной среде. Там в этой программе уже есть пункт такой, что будут создаваться и создаются уже межведомственные рабочие группы по мониторингу с заходом выполнения этих программ и контролем с заходом его выполнения. И в состав этих рабочих групп и включены представители общественных объединений инвалидов. В частности, выгибли на серебро. Мне кажется, это очень важный пункт. Это очень важный, это впервые. И мы считаем, что это, ну, какой-то мерен может быть наша победа или признание нашего участия в реализации таких мероприятий. Второе, то, что в этой программе также прописано, это тоже один из элементов безбарьерной среды, что общественные организации инвалидов будут оказывать методическую и другую помощь водителям автопарков, троллейбусных и автопарков по оказанию помощи при посадке и высадке инвалидов в общественный транспорт. Поэтому тут тоже большая, потому что вы понимаете, что автотранспорт городской, это как кровь в организме человека. Если человек не может передвигаться беспрепятственно по городу, значит, все остальные наши усилия, связанные с безбарьерной средой, они будут просто-напросто в пустую. Мне кажется, что сегодня автотранспорт с большего приспособлен для того, чтобы инвалиды могли беспрепятственно передвигаться. Как вы считаете? Пока еще оно недостаточно, потому что иногда приходится слышать, что вот столько-то у нас единиц техники приспособлены, а почему инвалиды все-таки не пользуются. Но согласитесь, что если человеку нужно с вокзала доехать где-то с пересадками куда-то в другой конец города, и один маршрут приспособлен автобус, а второй не приспособлен, это очень проблематично. Поэтому не надо ожидать ежеминутных, что сразу все сядут и поедут. Это должно быть определенное время, и все. И в качестве своего участия в реализации этих программ, мы в первую очередь считаем, что нужно научить и приучить людей, которые отвечают за реализацию безбарьерной среды, всем стандартам, которые приняты у нас в Республике Беларусь. Потому что без этого очень сложно. Один элемент будет сделан не так, и уже не сможет воспользоваться человеком. Для здорового человека любой порог, он переступил, не заметил и прошел. Для меня, допустим, человека в коляске, это непреодолимое уже препятствие. Поэтому тут становится вопрос обучения. Вот. И мы вот уже разработали и издали, допустим, нашей организации брошюру. Она уже второе издание прошла и пользуется большим успехом. Где собраны и аккумулированы все стандарты по безбарьерной среде. То есть специалисту очень удобно все посмотреть и все сразу оценить, качество выполняемых работ. И вот мы проводили обучающие, проводим обучающие семинары как с активистами общественных объединений инвалидов области по умению оценить ситуацию по безбарьерной среде. И также и с представителями госструктур и проектных организаций, которые с нашей видения вот именно необходимости безбарьерной среды. И такая работа, она дает большие результаты. Очень много объектов уже появилось в Гомеле, соответствующих полностью нормам безбарьерной среды. Геннадий Григорьевич, в прошлом году президент нашей страны подписал конвенцию о правах инвалидов. На данный момент разрабатывается национальный план по реализации. И в связи с этим как изменилась ваша работа в составе комиссии? Я должен сказать, что не только президент подписал конвенцию, но уже это ратифицировано нашим парламентом, эта конвенция, буквально вот недавно. Поэтому она уже вступила в силу. И да, сейчас разрабатывается национальный план по реализации этой конвенции. То есть будет приводиться в соответствии вся законодательная база нашей республики Беларусь в соответствии с требованием этой конвенции. И на сегодняшний день стратегический план, то есть национальный план реализации конвенции, это будет стратегический документ, который, конечно, будет реализовываться до 2030 года. По 2030 году. Поэтому ожидать, что с принятием или ратификацией конвенции в один день или в один год еще изменится, наверное, это не совсем правильно будет. Поэтому это большая кропотливая работа. И вот сейчас создана, утверждена, республиканская межведомственная рабочая группа, которая будет заниматься этой проблемой. В ее состав входят 35 представителей 35 министерств и ведомств Республики Беларусь, представители республиканских общественных организаций инвалидов. Из региональных областных организаций в этой рабочей группе представлена наша организация. Она пока в единственном числе, так что это определенная, наверное, оценка и нашего труда в этом. И мы будем, ну, со своей стороны тоже вносить свои предложения, советуясь со всеми заинтересованными структурами нашей области и вносить предложения туда, в эту республиканскую группу. Какое количество членов на сегодня насчитывает ваше объединение? Ну, у нас на сегодняшний день 123 человека. Но мы считаем, что в то время, когда вот именно большое значение как-то придавалось количеству членов организации, это было какой-то критерий оценки, я считаю, что все то время уже прошло, потому что раньше, вы, наверное, все знаете, что общественные организации, особенно инвалидов, они больше занимались получением распространенной гуманитарной помощи. Мы тоже в свое время получали большое количество, но мы в виде инвалидных колясок, технических средств реабилитации и раздавали среди инвалидов области. Ну, сейчас это уже, наверное, прошедший этап, и мы, организация уже перешла на более высокий, я считаю, уровень своего развития и работы. Мы теперь занимаемся общими проблемами для такой категории граждан. Это, ну, в первую очередь, то, что мы говорили, безбарьерная среда, это для всех, вот, и второе – это реабилитация. Вместе с облздравым и нашими медиками, значит, медицинская реабилитация, социальная реабилитация, психологическая, физическая реабилитация – очень важное направление, и трудовая реабилитация, это уже как последний этап. Скажите, а удается поддерживать связь с районами? Сколько вот и молодые люди, количество молодых колясочников в объединении не замыкаются ли они в себе, не сидят по квартирам, удается вам их вот приобщать и помогать решать проблемы? Вы знаете, вот у нас первый контакт с такими людьми происходит или в областной нашей больнице, на базе, сейчас вот вы знаете, наверное, тоже, что открылось второе отделение нейрохирургии, где уже делают только в этом отделении операции на позвоночнике. И мы, наши инструктора-колясочники подготовленные, они проводят там с ними первые занятия, первые встречи. Второй этап – это когда эти люди попадают в госпиталь, вот Кине Ивановне, на медицинскую реабилитацию. Вот здесь, опять же, тут основная работа происходит вот наших инструкторов, наших активистов с такими людьми. Мы с ними знакомимся, с ними, с их родственниками. Вот, и проводим определенный, уже у нас наработан курс занятий, из пяти занятий такие. И происходит вот первое формирование вот человека после травмы. То есть это же меняется полностью мировоззрение и все. И вот чтобы она менее болезненно происходила, вот именно должны быть, чтобы каждый человек не изобретал свое колесо, чтобы ему уже наработан опыт определенный, все передавался там. Вот мы там это проходим. Такие люди уже не остаются, когда они уезжают к себе домой, они не остаются, так сказать, один на один. Мы контакты поддерживаем. Сейчас новые технологии через интернет. Вот мы сейчас разрабатываем и свой сайт, это будет тоже. И опять же, у нас налажены хорошие отношения с территориальными центрами социального обслуживания населения, которые с ними там на местах работают. И мы через них с ними общаемся. Мы привлекаем их к своим мероприятиям, к культурно-массовым, спортивным будущим. То есть контакт такой наводится. Люди не остаются один на один. Это очень здорово, что находятся силы на такую важную и полезную внутреннюю работу. Потому что действительно, когда остаешься один на один с проблемой, и если нет поддержки, то это уже большая трагедия. Да, обычно люди такие, если они остаются без внимания, ну не только государства, но и своих близких, своего окружения, они в течение буквально двух лет замыкаются в себе, и очень сложно их привести потом из-за этого состояния. Поэтому важно, очень важно вот в это время, чтобы их поддержать, направить в новое русло жизни, как говорится. Вот это забота их государства, конечно, в первую очередь, и общественных организаций. Потому что принцип «делай как я» — это, наверное, принцип остается. И вот именно, когда человек видит, что кто-то достиг и в этом положении каких-то жизненных высот, это лучше всякого медицинского лекарства. Сомненно, да. Инна Ивановна, подключайтесь к разговору. Расскажите, пожалуйста, знаем, что в госпитале созданы очень хорошие условия для пребывания, реабилитации медицинской людей с ограниченными возможностями. Расскажите, что вот они... Ну я хотела бы начать, что такое вообще реабилитация? Это восстановление. И наше отделение, в частности, было создано в 2008 году. В общем-то, мы занимаемся больше травмой. Но и 10 мест для спинальных больных, больных колясочников. При поступлении проводится осмотр больных. Значит, каждому больному индивидуальный подход, потому что все зависит от тяжести травмы, от повреждения спинного мозга. Значит, осматривает его специалист и уролог. Если это женщина, то гинеколог, такое тоже может быть. Вот. Потом делают банальные анализы, которые по клинических условиях иногда просто из-за отсутствия барьерной, безбарьерной среды тяжело осуществить. Ну и дальше происходит медицинская коррекция состояния и зависимости от анализов. Дальше, что мы проходим? Какие этапы у нас? Значит, у нас есть занятие лечебной физкультуры. Занимается с опытным инструктором. Инструктор с высшим образованием. Затем у нас есть курс физиотерапии определенный. То есть, опять-таки, индивидуально для каждого больного. Затем у нас есть еще и коррекцию соматического состояния производим. Если у больного артериальная гипертензия или какие-то другие сопутствующие патологии мы и здесь проводим. Подбираем терапию медикаментозную. То есть, чтобы дальше этот человек смог самостоятельно осуществлять за собой прием этих препаратов. Конечно, без рук, золотых рук инструктора очень мало получается. Потому что основное – это инструктор. Он работает с определенной группой мышц, которые в данной ситуации нужно разрабатывать. В частности, если это, чтобы больной сидел в коляске, это нужны мышцы спины, это руки. Потому что, чтобы он мог самостоятельно пересесть в коляску. Потом это, если возможности, и нижние конечности – улучшение периферического кровообращения в конечностях. В общем, и все вместе. Психологическая помощь, о которой говорил Геннадий Григорьевич, она просто необходима. Потому что больным тяжело иногда справиться самостоятельно. Назначается даже медикаментозная терапия и осматривает этих больных психотерапевтов. Нагрузка серьезная сегодня на работниках отделения? Ну, в общем-то, да. Я стараюсь так еще, в общем-то, больных вызывая в отделение я. У меня существует запись этих больных по телефону. И я стараюсь подбирать по интересам, по возрасту, чтобы как-то они общались. У нас вот, благодаря Геннадию Григорьевичу, есть теннисный стол даже. То есть они вечерами могут проводить так время. Потом у нас что еще есть? Бассейн. Но он пока не функционирует. Очень хотелось бы, потому что нет подъемника. Очень тесно мы общались с немцами один момент времени такой. И привезли гуманитарную помощь нам. Это кровати. Кровати, конечно, они таких сейчас в Белоруссии нет. Это импортное производство. Они на пультах. То есть больной самостоятельно, нажимая на пульт, может поднять или верхний, или нижний конец кровати. Я думаю, что это очень удобно для таких людей. Да, это очень удобно. В общем-то персонал добрый у нас подоброжелательно относится к этим пациентам. В общем-то мы стараемся, чтобы создать им психологический климат, чтобы они хотя бы хоть как-то на время отдохнули душой. Кроме того, с пользой. Я вот знаю, Иван Иванович, что даже робототизированные технологии внедряются в ваше отделение. Да, хотелось бы большего, но то, что у нас есть кинетеки на разработке нижних конечностей. Это матомеды, которые больные. То есть ставится, выставляется программа, и больном просто крутит педаль велосипед за него. Но я вам хочу сказать, это все хорошо, но лучше инструктора ничего нет. И никого нет. Руки, как вы говорите, золотые руки. Руки, да, золотые руки инструктора, они творят чудеса. Ну отзывы, конечно, наилучшие. А вот от вашего отделения, о госпитале в целом. Даже создали рабочее место для колясочника, да? Да, да, да. Это парень на коляске, он сидит у нас в справочном отделении. И говорит, сообщает информацию о пациенте, который поступает в госпиталь. Геннадий Григорьевич, это же очень хорошо, наверное, доволен. И есть у вас случаи трудоустройства, когда есть возможность устроиться, правда? Да, мы в свое время договорились с руководством госпиталя, вот именно как показать всем людям, которые проходят через главный вход, что все-таки люди в инвалидных колясках могут тоже трудиться наравне с обычными людьми. И это опыт, я думаю, что у нас первый в республике был такой вот, именно по трудоустройству людей в инвалидных колясках, именно в бюджетной сфере. Раньше эти вопросы решались в основном за счет предприятий инвалидов и госпрограмм по трудоустройству, опять же, инвалидов. Но там закрывались эти вопросы больше инвалидами третьей группы, ну, изредка второй группы. А инвалидам первой группы даже разговора не шло. Потому что это понятно, любому директору предприятия нужно перестроить ползавода, инфраструктуру свою, чтобы человек в коляске мог к своему рабочему месту добраться и там выполнять свои функциональные обязанности. Поэтому очень сложно было. Здесь мы нашли понимание, и в первую очередь медики, вот как первыми отозвались на это. Поэтому совместно с Управлением по труду гороисполкома в рамках государственной программы, вот мы создавали это рабочее место. И такой опыт у нас есть, что такое же место создано в областной МРЭК у нас. И в нескольких стационах нашего города. В Центральном районе, в Новобелецком районе. Я думаю, эта практика будет продолжаться. Даже нас поддерживает и вот главрадька. Очень хорошо, что находите общий язык. И есть возможность туда устраиваться. Ну и есть же и много у нас спортивных объектов, где тоже приспособлены для посещения колясочниками. Юлия Андреевна, расскажите, пожалуйста, об этих объектах. Ну вообще, значит, физическая культура в Беларуси, она предусмотрена для всех граждан. Вот значительную такую поддержку государства и общественные структуры. Это направление на адаптивную направленность. То есть физическая культура для людей с ограниченными возможностями. Для работы по реабилитации с инвалидами мы вообще осуществляем совместно с Гомельской областной спортивным клубом общественного объединения Белорусской Федерации Глухих. Также с Гомельской областной организацией ОБЛТИС, это инвалиды по зрению. И с Гомельским паралимпийским фондом. Вот как сказал Геннадий Григорьевич по государственной программе, что касаемо наших объектов спортивных, значит, это самое главное, чтобы был доступ для инвалидов-колясочников. Есть целая программа «Безбарьерная среда». Целевые средства на эту программу не выделяются. Они «Безбарьерная среда» создаются за счет средств, которые выделены на строительство и реконструкцию объектов. Вот Гомельская область, значит, такие крупные спортивные объекты, как Ледовый дворец, Центральный стадион, Легкоатлетический манеж, Конно-спортивный манеж, Дворец игровых видов спорта. Также у нас в Гомельской области имеются два 50-метровых бассейна. Это Гомельский областной комплексный Центр Олимпийского резерва и в городе Жлобины Центр Олимпийского резерва. Ну, в общем, на сегодняшний день даже в районах Гомельской области во все спортивные учреждения предусмотрены все условия для лиц с ограниченными возможностями. Геннадий Григорьевич, насколько востребован 50-метровый бассейн в городе Гомеля? Ну, может быть, предыстория, когда этот объект сдавался в эксплуатацию, и даже на стадии разработки проекта смертной документации, это как положительный пример, хотел бы сказать, что привлекали нашу организацию к оценке, и поэтому предусмотрено было, в принципе, на всех этапах все условия безбарьерной среды. И на последнем, перед сдачей объектов в эксплуатацию, вот мы совместно с руководством управления спорта и туризма, буквально где-то раз с чем, наверное, мы ездили на эти объекты, приглашали туда и проектные организации, и заказчика УКС, и подрядчиков Гомельпромстрой, и совместно ходили, смотрели буквально все пошагово, как это все воплощено в жизнь. И вовремя, кстати, смогли до закрытия финансирования исправить те недостатки, которые все-таки, ну, они были. Поэтому на сегодняшний день этот объект, наверное, действительно полностью предусмотрен для посещения таких людей. То есть человек в коляске может попасть, начиная от стоянки автомобилей до бассейна, опуститься в бассейн, там и подъемники есть, душевые все предусмотрены для людей в инвалидных колясках, и там же, кроме бассейна, еще достаточное количество других секций. И везде, в принципе, человек при желании может посещать и может там участвовать. Например? Это очень хороший пример положительный. Я думаю, что если... Ну, а насколько используется? Ну, это уже второй вопрос, наверное. Тут надо, наверное, прорабатывать это... Наверное, прошло то время, когда эта проблема решалась, может быть, на голом энтузиазме, в том числе, в первую очередь, общественных организаций инвалидов мы занимались. Сейчас, наверное, другое время, и надо более подходить системно, наверное, к работе вот по выращиванию вот тех будущих наших чемпионов, чтобы эта работа была на государственном уровне, чтобы создавать, может быть, какие-то группы, которые потом могли бы уже давать какие-то результаты. Конечно. Уделять этому внимание, несомненно, нужно. То есть мы уже переходим от физической культуры как средства реабилитации к спорту высоких результатов. Это совсем уже другой уровень. Здесь подходы должны быть иные. И мы, в принципе, материальная база Гомельской области спортивных объектов к этому готова. У нас все есть. Значит, нужно только какие-то принять организационные решения, может быть, где-то, и чтобы эта работа не останавливалась, она была в динамике и двигалась дальше. Юлия Андреевна, а есть вот в национальной команде, может быть, кто-то из инвалидов-колясочников входит в команду? Ну, вообще у нас, значит, в состав национальной команды входит 44 спортсмена по Гомельской области. Что касается паралимпийцев, это Валентина Шиц, это лыжные гонки, тоже инвалид на колясках. Костячкова Анастасия Фехтования, тоже паралимпийца на инвалидных колясках. Ну и всем известен, вот на 15-х паралимпийских играх Владимир Изотов, мастер международного класса, завоевал в Рио-де-Жанейро золотую медаль на дистанции 100 метров брас. Что вот показало такой, как говорится, высокий спортивный результат. И вот убеждена, что, наверное, и в будущем, и в дальнейшем он нас еще порадует на международной арене за нашу страну. И в следующем году, вот в 2017 году, будет 23-е Дефлимпийские игры. Там тоже будут выступать наши ведущие спортсмены Гомельской области. Это по легкой атлетике, по плаванию, по борьбе. Там тоже все заслуженные мастера Республики Беларусь, неоднократные чемпионы мира, Европы, даже рекордсмены мира. Ну вот тоже мы на них возлагаем такую надежду в завоевании медали. Геннадий Григорьевич, я знаю, что на базе объединения, вашего объединения, созданы целая команда инвалидов-колясочников. По каким видам спорта они занимаются и какие результаты уже имеются? Да, вот наша организация, она, собственно, была первой в Республике общественное объединение инвалидов-колясочников. И самая первая, самая основная, наверное, задача мы ставили перед собой, это физическая реабилитация через физическую культуру и спорт. Вот, и поэтому на сегодняшний день, да, у нас есть команда спортсменов-колясочников по игре в баскетбол, команда по легкой атлетике, по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, настольному теннису. Команда очень активно занимается при поддержке финансового управления спортом и туризмом. Мы практически участвуем во всех и городских, и областных, и республиканских официальных соревнованиях по различным этим видам спорта. Ну и занимаются, также участвуют и в международных различных соревнованиях и турнирах. Буквально, вот если посмотреть, вот сентябрь-октябрь наши спортсмены-колясочники ездили в Брест, все были соревнования осенние старты, в Брянске международные турниры по настольному теннису. Буквально недавно вернулись из Польши, город Пулава, там тоже международный турнир был по настольному теннису. Ну, молодые люди занимаются спортом. Какие себе нужно силы, ресурсы отыскать, чтобы, ну, несмотря ни на что, вопреки, а все-таки идти и заниматься спортом, и ставить перед собой цели, и их реализовывать. Очень хорошо, что не сидите на месте. Большие молодцы мы желаем, чтобы так вы и дальше держали. Ну, уважаемые гости, какое, видите, самое главное, чтобы дело не стояло на месте, чтобы не унывали, двигались? В чем вот главная задача, цель, что нужно? В чем секрет двигателя успеха? На мой взгляд, я считаю, что в любом деле должна быть системность в работе. То есть жизнь многогранна. И поэтому, чтобы человек не чувствовал себя ущемленным, он должен чувствовать поддержку всех, в первую очередь, конечно, государственных структур. То есть и медицина на стадии, на начальной стадии, когда медицинская реабилитация необходима, физическая культура, в том числе, трудоустройство очень важное. Поэтому вот все структуры, если они объединятся в общем, так скажем, в желании помочь таким людям, тогда будет все хорошо у нас. А со стороны общества? Общество, да, конечно, оно должно принять таких людей. Оно должно понять, что это часть, мы часть общества. И вполне заслуженная часть. Если такие люди появились на улицах, появились в общественных местах, и если они еще и добиваются каких-то успехов, то... Это должно становиться гордостью и предметом гордости общества. Я бы любого из них наградил бы орденом, наверное. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы таких людей становилось больше, и как можно быстрее они смогли иметь возможность выйти из своих квартир, из своих домов, и беспрепятственно передвигаться по городам и своим населенным. Золотые слова от Геннадия Золотарева. Да. Может быть, со своей стороны у вас, Юлия Андреевна, Инна Ивановна, что видите тоже в перспективе своей работы, чтобы облегчить участь людей? Ну, мы будем нарабатывать новые методики. Мы будем охватить большее количество пациентов, не только этих 123 человека, которые сказал Геннадий Григорьевич. Потому что все равно связь с этими больными ведется через реабилитологов наших районных центров. Хотелось бы расширить это общение с ними, и чтобы новые больные поступали к нам в большем числе. Вот. Единственное, что, конечно, все зависит от тяжести пациента. Но все-таки, чтобы был реабилитационный потенциал, а мы постараемся приложить усилия, помочь ему, чтобы как-то облегчить его дальнейшую жизнь. Спасибо. Юлия Андреевна. Ну, и что мне хотелось бы сказать со своей стороны? Чтобы, как говорится, родители направляли детей, есть и опорно-двигательный аппарат. То есть, чтобы не замыкались в себе ни в коем случае, занимались физической культурой и спортом, потому что нам на сегодняшнее время нужна скамейка запасных, чтобы передавать спортсменов в национальную команду. Вот у нас уже на сегодняшний день открыты 4 группы. Это среди инвалидов, по слуху, по баскетболу на базе наших учреждений, по галекаримской и вольной борьбе, по легкой атлетике и по плаванию. И также среди опорно-двигательного аппарата открыта группа по настольному теннису на базе Гомсельмаш. Ну, и в 2017 году планируется открытие групп по плаванию и по стрельбе из лука среди опорно-двигательного аппарата на базе Гомельского областного центра по плаванию. Ну, в общем... Планы есть? Да, планы есть, есть надежда, потому что, судя по нашим показателям, по паралимпийским играм, и будем надеяться, что видов Олимпиады будет, такие спортсмены нам нужны. Ну что ж, дальнейших вам успехов, бодрости, духа и, самое главное, удачи в любых начинаниях. Спасибо большое, успехов вам. До свидания. До свидания. Добрый вечер. Сегодня мы говорим о необычных, обычных людях, их жизни и условиях, в которых они находятся. Как люди с инвалидностью проходят социальную адаптацию, где находят себя и как развивают свои навыки. Об этом мы поговорим во втором блоке нашей программы. И с удовольствием вам представляем. Заместителя председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл. сполкома Татьяну Кулеш. А также директор территориального центра социального обслуживания населения железнодорожного района Гомеля Марина Чернякова. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Добрый вечер. Марина Михайловна, я был в вашем центре, когда готовил материал к нашей программе. И поразила, конечно, домашняя атмосфера, созданная вашими специалистами. И даже те условия, которые есть на данный момент в центре. Каким образом удалось всего этого достичь в работе? На что делать акценты с детьми? Специалисты центра при работе с детьми, инвалидами и молодыми инвалидами выбирают направления работы, такие как социально-психологическая адаптация, социально-бытовая адаптация, а также развитие творческих способностей. И вся эта деятельность, она реализуется через клубную работу, через кружковую. На сегодняшний момент успехом пользуются у ребят такие кружки, как калейдоскоп талантов, окно в мир, творческие мастерские, по обучению декоративно-прикладному искусству, по обучению элементарным навыкам шитья. У нас есть два замечательных клуба. Это клуб для мам, которые воспитывают детей инвалидов и молодых инвалидов. Он называется «Мама маме». И также клуб «Поиск» для молодых людей с ограниченными возможностями при передвижении. Это наши инвалиды-колясочники. Подробнее, пожалуйста, о клубе «Поиск». Я знаю, что это такое интересное направление. Клуб «Поиск» в этом году мы будем отмечать десятилетие. Он был создан по инициативе специалистов центра. Начинали мы с троих ребят. И на сегодняшний момент уже в состав клуба входит 17 молодых людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Мы с ними встречались в это воскресенье. Обсуждали планы празднования нашего десятилетия. На протяжении всех десяти лет вела один и тот же специалист Мария Александровна. И она знает индивидуально каждого ребенка. Все недостаточно разные, но не все уникумы в каждой своей области. У нас есть и компьютерные гении. Мы прибегаем часто к их услугам по ремонту компьютерной техники. Они умеют делать цифровую обработку видеоматериалов, пишут стихи, рисуют картину. И все это проходит под девизом «максимально активны». Буквально тем летом они имели возможность выехать на туристический слет, который продолжался двое суток. Конечно, я считаю, что это громадное достижение работы этого клуба, потому что они стремятся к тому, чтобы мир был открыт для них и не сидеть на месте. Мария Михайловна, в чем особенность работы именно с такими детьми? Ведь они не такие, как все, и тут есть свои особенности. Работа с этими детьми, самая главная задача для специалиста заключается в том, чтобы найти индивидуальность и особенность каждого ребенка. Когда они занимаются трудовой реабилитацией, здесь самое важное понять, что этот ребенок, либо молодой инвалид, может делать. И когда мы создаем целостные композиции, каждый вносит свою лепту. Кто-то умеет скручивать с газетной трубочки, у него это замечательно получается. Кто-то мнет бумагу, кто-то приклеивает все эти детали, кто-то раскрашивает. И вот благодаря тому, что залогом является нацеливание на успех, вот они делают такие творческие замечательные работы. Еще раз, конечно, подчеркиваю, что это индивидуальность каждого нашего воспитанника. У нас есть небольшой сюжет о том, как дети проводят время в Центре социального обслуживания железнодорожного района Гомеля. Отделение дневного и круглосуточного пребывания детей-инвалидов на базе Центра социального обслуживания населения железнодорожного района Гомеля существует уже более 12 лет. Оно уникально тем, что является единственным в республике, где оказывается услуга социальной передышки. То есть в Центре, где созданы все условия для комфортного отдыха и эффективного развития, дети с особенностями могут находиться до пяти дней без попечения родителей, при этом полностью полагаясь на специалистов. За это время нашими услугами воспользовалось порядка 160 семей. Каждый год больше, чем 100 семей получают помощь в рамках нашего отделения. И мы показали, что услуга социальной передышки очень нужна, очень востребована. И на сегодняшний день у нас не сокращается количество семей, которые обращаются к нам за помощью, а их становится все больше и больше. Проект, в рамках которого родителям особенных детей предоставляется услуга социальной передышки, появился благодаря британским инвесторам администрации железнодорожного района Гомеля и Комитету по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома. Он получил название «Майский цветок» и обеспечил возможность решения важных проблем. Сегодня в этом центре дети получают необходимое внимание, заботу, творческие навыки и, самое главное, общение. Это либо есть, либо нет. И вот это ощущение появляется сразу. Либо это твое, и ты здесь сможешь реализоваться. И на личностном, и на профессиональном уровне. Либо же нужно искать другую работу. Потому что наши дети, конечно, не терпят фальши. Они абсолютно чётко чувствуют, кто перед тобой, как с ним быть. И наши дети, конечно, очень благодарны. За более чем десятилетний период работы в центре появилась и необходимая материальная база. Помещение для проживания детей со всеми удобствами. Комнаты творчества и развития моторики рук. Тренажёрный зал, необходимые технические средства передвижения и даже помещение для молитвы. Но главное – это опыт и добросовестное отношение к делу. Марина Михайловна, конечно, удивила то, какие работы делают дети, вот глядя даже по сюжету. Чьи это усилия, кроме того, что детей, кто с ними занимается? И вообще, откуда вы берёте такое количество талантливых специалистов? Значит, у нас на сегодняшний момент в отделении дневного и круглосуточного пребывания для молодых инвалидов и для детей инвалидов работают 13 работников. Среди них есть специалисты по социальной работе и также руководители кружков. Вот именно они всегда в творческом поиске, всегда ищут какие-то новые интересные формы работы. Буквально недавно воспитанники нашего отделения осваивали технологии по изготовлению ароматного мыла. До этого мы занимались изготовлением свечей. Сейчас наши воспитанники изготавливали открытки к поздравлению ко дню матери. Благодаря именно таким вот навыкам детям легче в дальнейшем влиться в социум? Как вы считаете? Они себя реализовывают, они занимают свой досок и они понимают, что не нужны. Когда заходишь по центру и видишь те картины и работы, которые с гордостью у нас размещены, конечно же, родителям приятно. И сами воспитанники понимают, что их работа необходима, нужна и что-то действительно интересное для них в первую очередь. Татьяна Николаевна, как вы оцените работу в частности этого центра, да и в целом таких учреждений, их необходимость, важность? Хотелось бы, чтобы у нас было как можно больше таких отделений и таких заинтересованных и увлеченных людей. Но должна сказать, что, к сожалению, это единственное отделение не только у нас в области, но и в республике в целом. Идея его создания возникла давно, когда на территории железнодорожного района проживало порядка 600 семей, которые воспитывали детей с особенностями психофизического развития. И развитой системы учреждений, которая бы оказывала помощь таким детям, к сожалению, не было. Вот в связи с этим и возникла идея создать такое отделение. Дело в том, что эти дети, они в силу своих тяжелого заболевания не могли посещать школу, не могли принимать участие тоже в какой-то работе центров каких-то коррекционных. В связи с этим возникла идея этого отделения. Значит, если говорить о работе в целом территориальных центров социального обслуживания населения, то их у нас в области 25 в каждом административно-территориальном районе создан центр территориального обслуживания населения. Работает порядка 149 подразделений. Если на заре создания центров было в среднем по 2-3 отделения, работало в центре, то на сегодняшний день это уже по 6 отделений в каждом территориальном центре. У нас есть районы, в которых функционируют по 8-9 отделений. Конечно, центры сегодня выполняют многофункциональные учреждения и выполняют функцию оказания социальной помощи всем нуждающимся гражданам на территории своего региона. Не только детям-инвалидам. Конечно, безусловно. Очень нравится бывать в этих центрах, в командировках, когда бываем на районах. Там всегда очень приветливые люди, очень домашняя атмосфера, очень красиво всегда. Поэтому большие молодцы. Люди, конечно, неравнодушно работают в этих центрах. У меня было ощущение, что это одна большая семья, когда приходишь в эти центры. И благодаря, конечно, в основном усилиям специалистов, которые там задействованы, потому что это просто все заинтересованные люди, без исключения. Вы со мной согласны, Марина Михайловна? Я согласна полностью. И даже иностранные коллеги, когда нас посещают, они для себя где-то четко опечатают, что это работа. А для наших специалистов, для заведующих отделений это уже не работа, это нечто большее, потому что здесь действительно вкладываешь душу. Когда эти дети рядом с тобой на протяжении десятилетий, когда они растут из наших особенностей, и то, что делаем вместе, и когда они за одним столом обсуждают какие-то мероприятия или совместный обед происходит, то, конечно, это уже не идет речь о работе. Это, конечно, одна большая дружная семья, и такие же отзывы у наших родителей. На базе вашего центра есть отделение круглосуточного пребывания детей-инвалидов. Расскажите о нем поподробнее. Значит, ну, это отделение было открыто в июле 2004 года. При инициативе Международного благотворительного объединения «Поможем детям вместе» — это Великобританская организация. При участии Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского областного исполнительного комитета, и также при участии Гомельского городского исполнительного комитета. На сегодняшний момент это отделение очень уникально тем, что оно предоставляет услугу социальной передышкой. Этой услугой могут воспользоваться жители города Гомеля, обратившись в территориальный центр в приемно-консультативную комиссию, в состав которой ходят врач-невролог, заведующая отделением, медицинская сестра и специалист по социальной работе. С необходимыми документами. Речь идет о пребывании, как правило, непрерывного, не более пяти суток. Бывают индивидуальные случаи, когда ребенок воспитывается в неполной семье и есть необходимость, например, госпитализации одного из родителей, ну, например, мамы. Тогда, конечно, индивидуально подходим к срокам пребывания и меняем для того, чтобы было комфортно и родителям, и детям в первую очередь. Я так понимаю, что это важно и для детей, и для родителей, потому что родители имеют возможность, ну, скажем так, отдохнуть и какие-то решить вопросы важные, бытовые вопросы, связанные со здоровьем в том числе, за время, пока их ребенок находится в таком, скажем, отделении, да? Совершенно правильно. Именно в этом заключается и цель социальной передышки, происходит от своего названия. Чтобы и родители имели возможность, нельзя сказать, что отдохнуть, но решить какие-то свои бытовые вопросы, заняться, действительно, госпитализацией, вот, и дать возможность детям побыть вне родительского дома для того, чтобы пообщаться, адаптироваться к той среде, где они существуют на протяжении вот этого времени, где они пребывают. А чем дети занимаются во время? Творчество детей, оно не ограничено. Вы знаете, каждый уже любит своего какого-то определенного друга. Они по-разному относятся ко всем нашим специалистам, у них разные эмоции. Вот, они очень любят рисовать. В зависимости от диагнозов, конечно, специалисты видят, что этому ребенку интересно. Дети, например, с аутизмом иногда сложно попросить что-либо сделать. Но если этот ребенок собирается с мыслями, он может собираться в течение получаса-часа, но они делают это все настолько аккуратно, настолько точно и раскрываются. Были случаи, когда у нас приходила девочка, она ни с кем практически не общалась, наша Настя, а со временем потихонечку услышали, что Настя, оказывается, у нас поет. Вот, и Настю мы используем на всех фестивалях и конкурсах, и праздничных наших мероприятиях, когда они у нас проходят. Варина Михайловна, знаю, что в центре есть необходимые средства для перемещения инвалидов и обслуживания. Расскажите, пожалуйста, об этом. На сегодняшний момент отделение у нас оборудовано функциональными кроватями, спальными местами, достаточно индивидуально все подбирается. У нас есть прогулочные коляски, специальные ванны для совершения гигиенических процедур, необходимые подъемники. В принципе, на сегодняшний момент центр укомплектован всем необходимым для того, чтобы сделать пребывание наших воспитанников достаточно комфортным. Я там был и не заметил ни одних, скажем так, грустных, печальных глаз. Вот настолько дети увлечены тем процессом, в который они вовлечены, и это, конечно, дорогого, мне кажется, стоит. Скажите, вот наверняка вы работаете с иностранными партнерами, были другие интересные проекты. Расскажите о таком взаимодействии. Значит, я уже говорила о том, что мы тесно сотрудничаем с Международным благотворительным объединением «Поможем детям вместе». Когда открывалось отделение, эти ниточки не потерялись. Линда Окер приезжала в это воскресенье, мы собирались на базе центра. Она продолжает помогать нашим инвалидам-колясочникам. Неволоможную роль идет то, что оплачивается через эту организацию транспортные средства, которые помогают доставить наших ребят для участия в различных мероприятиях на выставку, на то же самое выезд на пикник, на природу и так далее. Я думаю, что для них всегда это очень такие значимые события, когда есть возможность выехать за пределы центра. Конечно. Они также собираются в пределах города друг у друга. Они очень рады, что есть возможность в частном секторе собираться, праздновать эти дни рождения, обсуждать то, что было, то, что будет. Кроме того, мы очень тесно сотрудничаем с организацией «Белой Деми». Пускай они такие масштабные проекты, как по открытию, но это проекты, в рамках которых мы делаем костюмы, мы имеем возможность провести мероприятия, выехать куда-то. Это тоже для нас достаточно важно. Есть вопросы, которые хотелось бы в перспективе решить, которые, может быть, только на стадии становления и разрешения находятся? Идей и задумок всегда очень много у любого руководителя, потому что всегда стремишься к чему-то интересному, к чему-то новому. Я очень рада тому, что у нас достаточно творческий, достаточно сплоченный коллектив, очень идейный. Идей у нас масса, поэтому есть всегда стремление к чему-то интересному, к чему-то новому. Но помощники, наверное, у вас есть не только среди организаций, каких-то учреждений, но и простые неравнодушные люди, наверное, каким-то образом пытаются помочь. Есть такие примеры? Вы знаете, у нас очень хорошо поставлена работа волонтерского движения и направления. Вот я говорила вначале о клубе «Поиск», о клубе «Мама-мами». Участниками являются те же самые волонтеры. У нас в этом году в волонтерском движении приняло более 100 человек. Здесь речь идет и о студентах, и преподавателях, колледжах, вузах, которые помогают нам как в сопровождении этих инвалидов на мероприятия, так и являются непосредственными участниками каких-то мастер-классов. Мы очень тесно сотрудничаем с епархией. Ирия Николаев-Кадацкий в рамках кружковой работы на безвозмездной основе на волонтерских началах у нас проводит уроки нравственного, духовного воспитания. Очень приятно, когда предприниматели города не только оказывают материальную помощь, но и сами становятся непосредственными участниками наших новогодних утренников. У нас есть замечательный сменный Дед Мороз, которого любят дети, которые ждут и которые с удовольствием приходят в качестве Деда Мороза к ним каждый год. Хорошо, когда люди действительно проявляют свою неравнодушие, не просто где-то рублем отделался от деток, а когда сами принимают участие, и дети с ними контактируют. Я думаю, что именно такая форма помощи вам очень важна. Наверное, она зачастую важнее даже, чем материальная помощь, потому что дети у нас особенные, они очень тонко чувствуют любого человека. И когда ты заходишь к ним с улыбкой, открытой, ты получаешь заряд эмоций положительных. Я практикую каждое утро перед началом рабочего дня заходить к ним в пол 8-го, 8-го, когда они только проснулись, для того, чтобы зарядиться вот этой положительной энергетикой и услышать от них добрые слова и, в свою очередь, им пожелать доброго дня. Наверное, не каждый специалист способен именно работать в этой сфере? Нет. Вы знаете, что у нас нет случайных людей. Люди случайные, которые сюда приходят, они долго не задерживаются. Для того, чтобы работать, здесь нужно иметь определенные качества. Поэтому коллектив, который работает и трудится в отделении «Майский цветок», это устоявшиеся люди. Это люди, которые работают не первый год и даже не два и не три года, а намного больше. Это люди, которые четко понимают, что они хотят, что они могут дать и готовы вот на трудности для того, чтобы творить, скорее всего, добро. Уровень развития общества во многом зависит от степени заботы общества о людях с ограниченными физическими возможностями. Вы согласны с этим утверждением? Да, конечно, согласны. Забота об инвалидов – это показатель зрелости общества. У наше общество оно многогранно. И с нами проживают разные люди, в том числе и с какими-то особенностями. И наша задача – подставить им плечо, понять их и принять их как равными. В последнее время внимание к социально визуевым категориям граждан усиливается со стороны органов местной власти, руководителей других каких-то предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений. Да, наверное, по-другому и быть не должно. Наша общая задача – это вовлечь людей с ограниченными способностями к общественной жизни общества. Татьяна Николаевна, совсем недавно была принята программа о социальной поддержке, адаптации населения на 16-20-е годы. Какие меры предусматривает эта программа? Для реализации безбарьерной среды, в первую очередь. Наверное, надо сказать, что такое безбарьерная среда. Безбарьерная среда – это условие, которое обеспечивает возможность беспрепятственного передвижения, доступа в различные здания и сооружения, включая жилые дома, квартиры, деятельность и передвижение внутри уже самих этих зданий, место отдыха, туризма, иных каких-то мест оздоровительного назначения. А кроме того, это еще полный комплекс услуг и информации для населения. Действительно, в начале этого года, в январе месяце, про становление правительством была утверждена государственная программа социальной защиты и содействия занятости населения на 2016-2020 годы. Под программой «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» на 2016 год в нашей области предусмотрено создание 43 объектов безбарьерной среды, наиболее приоритетных в социальной инфраструктуре. Это такие объекты, как объекты здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, торговли. В настоящее время уже выполнены работы на 32 объектах. Но кроме создания безбарьерной среды для физически ослабленных лиц и инвалидов, программа подусматривает также комплекс иных каких-то мероприятий. Это создание дополнительных мест в санаторно-курортных либо иных каких-то здоровительных учреждений для лечения и оздоровления инвалидов. Создание в каждой гостинице, областных центров и городах мест, обустроенных для размещения и передвижения, приема для перемещения инвалидов. Далее, значит, это предусмотрено еще приспособление действующего жилого фонда к физическим особенностям инвалидов. Увеличение удельного веса парка подвижного состава, автомобильного и городского электрического транспорта, которое оборудовано для перевозки инвалидов. Обустройство пешеходных переходов, путей, остановок общественно-наземного городского и пригородного транспорта. Вот представим себе ситуацию, что, допустим, с человеком произошла беда, он стал инвалидом, не дай бог, конечно, но такое случилось. А подъезд, в котором он живет, не обустроен. Что делать? Ну, в настоящее время проводится работа по устройству и подъезда, и пардусами, и перилами. И вообще, вы знаете, хотелось бы, наверное, немножко мне сказать и развеять миф, что такое безбарьерная среда, что она не только для инвалидов. Безбарьерная среда требуется также для пожилых людей, малышей, родителей с коляской. Особенно, когда видишь, как на няшке. Да, безусловно. И как они с первого этажа на нулевой спускаются. И вот у каждого из них тоже есть члены семьи и близкие родственники, которые помогают им совместно справиться с этой проблемой. Поэтому эта проблема уже достаточно такая серьезная. В настоящее время проходит реконструкция уже существующей уличнодорожной сети. Обустройство пешеходных переходов. При пересечении улицы на тротуарах выполняются работы во всех районных центрах и городах нашей области по понижению бордюрного камня до нулевого уровня. На светофорных объектах устанавливаются электродные табло отсчета времени. Либо таблички «Пешеход инвалид по зрению». Звуковые сигналы, которые дублируют сигнал зеленого света, например. Дополнительно выделяются места на стоянках для инвалидов. Приобретаются низкопольные автобусы и троллейбусы. Какие вопросы все-таки еще остаются проблемными и требуют решения? Несмотря на предпринимаемое государство мира по созданию безбарьерной среды, остается такой задача, как доступ к этим зданиям и сооружениям. Потому что задача непростая. Все здания различны по своему функциональному назначению. По конструкции, по архитектуре, по форме собственности, по ведомственной территориальной принадлежности. Создание объекта с учетом этой безбарьерной среды – это, безусловно, непростая задача, которая требует еще временных каких-то затрат и серьезных финансовых вложений. Но здесь хотелось бы еще отметить, что еще важна наша позиция того – готовность общества принять этого инвалида и готовность самого инвалида и его желание занимать активную жизненную позицию. Уважаемые гости, когда в семье рождается человек, ребенок с особенностями развития, конечно, нужно проявлять огромное терпение и безграничную любовь от родителей к таким детям. Что бы вы посоветовали родителям и детям, когда они уже растут, подрастают? Мне бы хотелось обратиться к родителям, исходя из того опыта, который есть в нашем территориальном центре, и чтобы родители в случае, когда их ребенок появился на свет особенным, не ограничивались пределами своей квартиры и комнаты. У нас очень много примеров, когда люди, имея такого особенного ребенка, получают второе образование, учатся водить машину, делают переоценку ценностей, находят время выезжать за пределы города Гомеля, либо за пределы Республики Беларусь для того, чтобы проводить совместные отпуска. И, наверное, мамам и папам нужно посмотреть, что их ребенок просто всего лишь напросто особенный, что это ни в коем случае не обуза. И вот когда до родителей доходит степень вот этого осознания, наверное, при этом меняется мировоззрение, и они живут полноценной жизнью. Таких примеров в нашем центре достаточно. Самое главное, конечно, это им огромного терпения. Спасибо вам огромное, уважаемые гости. Мы вам желаем успехов в вашем значимом, нелегком, но очень важном труде. Спасибо вам за ваши труды. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Ну а телезрителям мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер Гомель» были заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл. полкома Татьяна Кулеш и директор территориального центра социального обслуживания населения железнодорожного района Гомеля Марина Чернякова. Ну а завершить нашу программу хотелось бы вот какими словами. Когда человек оказывает помощь тому, кто в ней нуждается, то излечиваются оба. Мы желаем вам всего самого хорошего. Это была программа «Добрый вечер». До скорого. До свидания. Продолжение следует.